Слева я без макияжа, а справа я сделала тот самый китайский макияж доуин И если вы крайне заинтересованы, как его повторить, то сегодня я поэтапно расскажу вам, как это сделать Важно отметить то, что китайский и корейский макияж очень часто путают Если что, у меня было отдельное видео на этот счет, но я на всякий случай это повторю Потому что понимаю, что далеко не все его смотрели или хотят посмотреть В основе корейского макияжа лежит акцент на естественность В то время как китайский макияж предполагает куда больше художественного подхода Куда больше графики, куда больше контрастных деталей То есть буквально китайский макияж выглядит как макияж с картинки Как нарисованный макияж, в то время как корейский макияж все-таки стремится к некоторому роду естественность И если честно, то когда ты смотришь на китайские макияжи, то в целом может даже создаваться ощущение такого Что ты смотришь на каких-то нереальных людей, а ты смотришь на ИИ К этому мы, конечно же, еще вернемся, потому что куда же без этого в рамках китайского макияжа Что ж, обязательно подписывайтесь на мой канал, включайте в себя уведомление о публикациях И еще я вам рекомендую сохранить себе это видео куда-нибудь в избранной Ну короче, куда-нибудь себе его отправить или отправить подружке на хранение, скажем так Потому что с тем, как Ютуб, конечно, сейчас работает, искать видео, когда все лагает Ну вполне себе отстойте, а так вы хотя бы точно наверняка про него не забудете И возможно даже захотите повторить, а я буду рада Чтобы понять особенности того, как должна выглядеть в идеале кожа Представьте себе куклу Представьте себе идеальную кожу, которая выглядит безупречно и матово Это наша основа, на которой будет строиться весь образ И сейчас я вам все расскажу поэтапно Для начала я буду использовать вот такой вот отбеливающий китайский крем Я просто купила его на Алике Я абсолютно не уверена в том, что это вообще можно наносить безопасно на лицо Но я наношу уже не первый год, все нормально, живу, поэтому наношу Но все еще не рекомендую заказывать непонятную косметику Кстати говоря, справедливости ради, про китайскую косметику можно хоть отдельное видео снимать Потому что там настолько много нюансов, что можно сойти с ума Ну, я решила разобраться, конечно же, потому что я максимально заинтересована тема китайского макияжа и косметики Да, вот так наносим Растушевываю Если касаться темы красоты в Китае и их отношению к внешности То, конечно, там в почете самая светлая кожа Если вот в корейском макияже, в японском макияже это все приветствуется То в китайском это нужно прям совсем вот довести, знаете, до такого даже в какой-то степени абсурда Чтобы это было максимально-максимально белое Неестественно белое Вот прекрати есть мой свет Это вот к вам и его второй пришел поздороваться Вторая пафосная пицца Можно бахнуть еще один слой, когда этот подсохнет Лайк Просто разница рук и разница моего лица после этой отбеливающей штуки Это, конечно, 10 из 10 Задумчиво смотрю на себя 100 часов Я буду использовать тональный крем от покемона Пикачу Это тоже китайский бренд косметики И этот тон отлично смотрится на фото и на видео И обеспечивает просто идеальное матовое покрытие Настолько плотное, что даже не нужно использовать консилер Да, что мне еще нравится в китайской косметике Так это просто целая куча абсолютно неожиданных коллабораций Ну, например, с покемоном Пикачу или с Наной Кстати, я заказала себе косметику от Наны Там просто клад, реально Я буду использовать эту рандомную рассыпчатую пудру Конкретно здесь у меня есть и лаудер Просто потому, что мне было лень искать любое другое Хотя, кстати говоря, я заметила из того, что сейчас в Китае становится относительно, видимо, новым трендом Это розовая пудра Потому что мало того, что китайская эстетика стремится к тому, чтобы у тебя была прям белая кожа Так эта белая кожа должна еще иметь не оливковый подтон, не бежевый, а желательно розовый Поэтому используется розовая пудра, которая наносится поверх максимально отбеливающих кремов Чтобы придать вот тот самый эффект Аля у меня розовый подтон Конечно, с такой базой, как навалить на себя много тона и закрепить пудрой Никакой дауин макияж работать не будет Поэтому давайте дальше разберем самое сложное И это контуринг Итак, давайте вместе с вами посмотрим сейчас на фотографии и видео доуин макияжа Я думаю, что вы заметили, что абсолютно на всех изображениях есть элемент буквально нарисованного лица Теперь я предлагаю посмотреть на буквально, в прямом смысле, словно нарисованное лицо Например, на фотографию Джинкс из Аркена Да, это будет топ-10 неожиданных сравнений Сейчас вы все поймете Самая лютая, сложная часть макияжа дауин, особенно, когда мы говорим с вами про европейское лицо Это понять, что делать с контурингом Потому что если посмотреть, что делают с контурингом вот эти вот потрясающие девушки Собственно, которые повторяют дауин макияжа Все это выглядит, как будто бы это нарисовано И если обладатели азиатской внешности, глядя на всю эту историю, могут, в принципе, понять, что и куда наносить То адаптировать данный макияж под европейскую внешность, это, правда, достаточно сложно Поэтому предлагаю смотреть на Джинкс и использовать за референс вот именно ту базу, где у нее находятся всевозможные светотеневые рисунки на лице Хотя это, конечно, больше тянет на шутку Но мы люди серьезные Как обычно, лесавыми и ее хаотичность Ладно, запомните сейчас вот этот вот пункт, мы к нему обязательно вернемся Самый главный принцип в контуринге дуин Это сделать лицо как можно короче То есть наша задача как можно сильнее растянуть его по горизонтали Потому что чем больше горизонтальных линий на лице у нас будет, ну, типа Тем, короче, оно будет казаться И, собственно, тем более сплюснутое будет это самое лицо, тем более аутентичным будет данный макияж Я буду делать контуринг тенями цвета тени Это абсолютно китайская история о оттенках Потому что я видела такие продукты только у них Ну и, собственно, как будто бы только они могут это делать Потому что их вот эти вот контурирующие продукты Или банальные продукты, которые они закладывают в обычные сами тени Имеют такой усредненный оттенок, который не выглядит как контуринг То есть если контуринг в нашем привычном понимании это что-то или коричневое, или сероватое То у них оно опять, видите, с этим самым розовым фигментом И как раз таки, когда ты все лицо покрываешь вот этим вот контурингом То появляется эффект того, что ты его вообще не видишь Это просто очень круто Я, конечно, умерла, когда этот оттенок создавался Но, как бы, он создался, и это здорово Значит, что мы сейчас с вами сделали? Я сделала контуринг вокруг линии роста моих волос Теперь я делаю контуринг внимания бровей Для этого просто беру ту же самую кисть И прям по всей линии моих бровей провожу это контурирующее средство Далее я беру те же самые тени, цветы тени Полностью вот здесь вот так же прокрашиваю по всему моему лицу Контринг носа очень сильно отличается от привычного нам контринга Потому что обычно мы что делаем? Мы нос сужаем Здесь такой цели нет Здесь мы нос наоборот не сужаем Мы вообще никак не работаем с его шириной Мы работаем только с его длиной И чтобы его очень хорошечно укоротить Для начала мы добавляем контуринг вот сюда Вот, то есть мы от брови идем к спинке носа И растушевываем вот эти вот тени Прорисовываем кончик носа Схематически представляется, что вы рисуете кружочек Приконтурируем губы полностью Низ тоже Самый центр вот этой вот части Добавляем небольшую точечку Только исключительно в одном месте Добавляем больше продукта Мы, естественно, оттушевываем Теперь добавляем светлых теней Прям в центр лба небольшую капельку Вот сюда небольшую капельку Оттушевываем И на спинку носа вот здесь Тоже добавляем немного светлого контринга Если в корейском макияже мы стремимся к тому, чтобы брови сделать как можно более прямыми Как можно более милыми То здесь на самом деле все реально гораздо проще Главное, что мы уже бахнули сюда тени А брови можно уложить вообще как ваша душа захочет Я обычно подрисовываю вот сюда вот брови Немного добавляю вниз внезапно Выкладываем гелем для бровей Сверху наверх, снизу чуть-чуть вниз Берем самые светлые тени Но при этом эти тени должны быть по оттенку Близки к цвету вашей кожи И наносим на все верхние века Также залезаем на все прилегающие к веку зоны Вот так, вот так, снизу тоже Следующий этап это снова использование оттенка цвета тени Я использую два вот таких вот цвета И между собой перемешиваю Щурим глаза и начиная с внешнего уголка вот здесь Так просто проще всего будет ориентироваться Растушевываем прям по всей линии вот этого вот полученного мешочка А именно вот в китайском макияже очень круто, что их продукты Они как раз таки адаптированы под то, что ты можешь наслоить ровно столько, сколько тебе нужно И ты можешь при использовании одной единственной палетки просто творить какие-то чудеса И кондринг себе делать, и глаза себе рисовать И агьосали, все, что вам в душе будет просто угодно сделать И они все это дело позволяют Я бы назвала такую текстуру шелковой, потому что это очень похоже На степень вот этой всей вот мягкости, этой растушевки Что даже сам начинающий новичок в спокойности может справиться Беру подводку, у меня розово-коричневая Рисую вот здесь и у центра моего зрачка Совмещаю то, что у меня было внизу с тем, что наверху Теперь мы снова дублируем мешочек Самая яркая выраженная его часть дублируется еще раз Чтобы глаз казался более органичным, а не так, что у вас только здесь внизу какая-то странная припухлость Подводите его к границе вашего внутреннего века То есть смотрите, когда мы с вами щурим глаза, то тут появляется вот это вот пространство, которое собирается в морщинку Видите, да, вот эту подводку или тени тянем до этих морщинок И тогда глаз кажется еще больше и выглядит как будто бы более органично Следующим этапом берутся более темные тени Обычно используются какие-то красно-бордовые оттенки Ставится точка прям под водной линией внутреннего уголочка глаз Вот такая вот И чуть-чуть прям капельку-капельку мы продлеваем Сейчас может показаться, что этот макияж занимает миллион часов На самом деле вообще нет Это все достаточно быстро делается Главное просто руку приноровить Знаете-ка, вот как со стрелками Первые стрелки могут делать миллион часов буквально Но потом, когда ты уже второй, третий, четвертый раз делаешь Ты понимаешь, что тебе нужно Они рисуются достаточно быстро Ну, по крайней мере, у меня Я в среднем стрелки рисую, ну, минуты за три И большая часть времени я при этом еще туплю Далее рисуется стрелка И в стрелках, конечно, самое главное, чтобы ваша подводка Она была адаптирована для того, чтобы рисовать толстые стрелки, тонкие стрелки И, конечно же, реснички Потому что без ресничек этот макияж не будет настолько хорош, насколько он должен быть Что я делаю? Сейчас я буду просто рисовать обычную самую стрелку Я буду рисовать ее вдоль моего ресничного края Поводить линию вот сюда Вводим все вместе Ну и, конечно же, теперь вот эту линию совмещаем со стрелкой Дальше можно вот эту вот зону чуть-чуть опустить к низу Если взять тени и прям немного-немного стрелочку, которая идет снизу, подрастушевать Берем самые светлые тени Мы уже использовали в качестве базы Вот сюда вот их добавляем Сюда, потом сюда Теперь задача накрасить ресницы Здесь мы с вами красим только нижние ресницы у внутреннего уголка глаза А вот эту зону мы рисуем подводкой Рисуем чуть-чуть выше уровня вот этой вот полоски И желательно рисуем так, чтобы придать взгляду эффект полукруга С этим эффектом полукруга глаза будут казаться еще больше, еще более милыми Собственно, что получается? Ну, а теперь дело за прокрашиванием ресниц Прокрашиваем только вот эти, не доходя до зоны, где рисовали реснички Вот так это выглядит Верхние ресницы я вообще не буду трогать Я просто наклею вот такие вот реснички с акцентом на отдельные длинные лучи Да, такие истории и мы еще даже не закончили Сейчас будет самое интересное Вы наверняка миллиард раз видели вот эти вот видео Где вот эти невероятные какие-то сияторы, хайлайтеры Которые есть вот только в этом дауине Которые выглядят как-то абсолютно невероятно И как этот, блин, эффект перенести в реальную жизнь? Я уверена, что многие даже уже отчаялись и думают, что это нереально Но это реально, и сейчас я покажу вам как Но сначала я сделаю второй глаз Я думаю, в принципе, со сравнением здесь все понятно Можно его просто сделать Собственно, да, это даже пугает на самом деле Кажется, что как будто бы это не настоящее лицо человека А лицо человека под фильтром Но по факту лицо человека под фильтром выглядит вот так Если что, это абсолютно дефолтный китайский фильтр Я даже здесь не пыталась сделать какие-то особые эффекты Просто да, это выглядит именно так Мнение Да трэш Небольшой перерыв на кофе Очень нравится такой стиль макияжа Абсолютно сейчас без шуток Не иронично и т.п. и т.д. Мне реально это нравится Это выглядит клево И очень здорово, что есть возможность сделать такие креативные образы Потому что, ну, я лично просто обожаю момент Именно накрашивание, краситься Короче, для меня краситься это не просто история о том, что Сделать макияж, потому что нужно сделать макияж К сожалению, это история прям-прям про творчество Мне очень нравится что-то рисовать, смотреть на себя Выглядеть по-разному, по настроению Ну, короче, для меня это прям вот такой момент, знаете, моего истинного наслаждения и удовольствия Я очень люблю краситься А что я очень не люблю? Я очень не люблю правильно краситься И у меня просто истерика случается, когда я вижу, что кто-то начинает кого-то критиковать за макияж Есть, конечно, определенные техники бла-бла-бла-бла-бла Есть вещи, которые на ком-то работают, на ком-то не работают Бла-бла-бла-бла-бла-бла Но когда тебе просто прилетают и начинают предъявлять какие-то очень странные претензии Серия румяна под глаза нельзя наносить Особенно, когда это корейская косметика И ты такой типа, ммм, спасибо большое А можно просто отвалить от людей, которые красятся так, как они хотят красть Следующий гиперважный этап Это, конечно же, вот такое вот выделение глаз и всей зоны переносицы Смотрите, что здесь нужно делать Потому что здесь есть прям вот конкретный нюанс Когда мы с вами смотрим на азиаток, у них вот эта вот зона выделена определенным образом Мы сейчас к этому вернемся Опять-таки в качестве примера я ставлю джинкс для понимания ситуации Но у азиаток вот эта вот зона, она сама по всей своей структуре достаточно плоская У европейцев уже другие черты лица Поэтому если азиаты делают здесь прям конкретный контраст с акцентом на затемнение Потому что у них эта зона плоская, а им нужно ее как бы туда сделать более вогнутой То мы делаем ровно наоборот То, что у нас зачастую как раз-таки глаза глубоко посажены И вот эта вот зона, в принципе, как таковая, она у нас, ну, не находится впереди То есть достаточно редкая история В основном все равно у нас как бы тенденция к тому, что здесь вот этот вот переход есть Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю Посмотрите на себя в зеркало и вот поймите, что у вас вот так вот все делается А в случае с азиатским глазом там просто немножко по-другому работает И поэтому, когда мы повторяем чисто так, как делают эти прекрасные, потрясающие женщины в своем доине У нас это получается, ну, просто немножко странно Оно выглядит как две нарисованные черно-белые кляксы, вообще не вайп Значит, что нужно делать? Нужно поработать над высветлением То есть, если у них больше акцент идет на затемнение, то мы работаем именно с высветлением Мы вот эту вот зону, которая у нас получается самая-самая впалая Выделяем и прям находим у себя вот эти вот точки, которые у нас западают И их подчеркиваем Когда мы с вами растушевываем, мы делаем легкую оттушевку буквально по границе Так, чтобы не сделать эффект того, что мы уберем весь вот этот рисунок Потому что рисунок определенно точно должен остаться Берем плоскую кисть Берем тот же самый контуринг, который использовали до этого И отрисовываем вот эту вот зону, как будто мы просто обводим то, что только что нарисовали Видите, я прям беру и по границе, и по краю вот так вот осторожными оттушевочными движениями Прокрашиваю контур Внутрь ничего не делаем, оставляем эту белую кляпу, сколько есть И теперь мы приступаем, конечно же, к самому интересному Это к тому, что делать вот с этой вот потрясающей историей И теперь, внимание, я наношу кремовый контринг Можно его использовать тот, который в стике Можно использовать обычный консилер Главная задача в том, чтобы у вас была какая-то мягкая текстура На которую все вот это вот добро можно приклеить И теперь берем и происходит вот эта вот ультрамагия Понятное дело, что это и от хайлайтера тоже зависит То есть далеко не с каждым продуктом это будет доступно Но с этим потрясающим Наношу немножко потрясающиеся яшечки притаптывающими движениями Вот так вот аккуратно переношу Ну а теперь те самые губы На самом деле в Дуэйн макияже есть два типа губ Первые губы это матовые Обычно используется некая вельветовая текстура Текстура, знаете, такая немножко бархатная Текстура, которую вот так вот наносишь, когда Она как будто бы имеет некий даже замшевый Я бы даже сказала пигмент Сейчас у меня вроде тут что-то лежит как раз В целом это выглядит как-то так То есть ты его наносишь И он сразу тебе дает эффект относительного градиента Это вот та самая китайская помада, которая очень сильно хайпит сейчас везде Но вторая, как мне кажется, наиболее интересная для этого видео текстура Это зеркальная Сейчас я вам расскажу, как ее делать Потому что на самом деле есть куча схем Огромное количество рисования всего, чего только можно и чего только нельзя Но можно сделать это гораздо проще и гораздо интереснее Для начала мы сделаем контур губ Да, внезапно И расширяем, расширяем, расширяем Делать четкую линию нет никакого смысла Главное поднять губу как можно именно выше в виде буковки М А теперь берем китайский зеркальный блеск У меня вот в таком вот оттенке Это нечто среднее, нечто холодное Он теплый, короче, максимально нейтральный и классный И опять-таки прокрашиваем зону еще выше, чем карандаш А теперь внезапно все это стираем нафиг Можно взять или салфеточку, или просто вот такими вот простыми движениями Убираем весь блеск, оставляем только тинт И смотрите, какими огромными губами начинает казаться Это просто полный восторг Я смотрю и не понимаю, кто этот человек у меня в зеркале Ждем пару секунд Да, справедливости ради, я прямо считаю, что нужно снять видео Со сравнением дешевой китайской косметики и дорогой Потому что есть очень много стереотипов про китайскую косметику И я сама очень долгое время думала о том, что это вообще последнее, что я хочу покупать Но потом, когда я стала изучать тему дуин-макияжа Просто нужно понимать, что конкретно ты покупаешь Потому что, конечно, среди китайской косметики очень много лютейшего отстоя Который не надо вообще использовать никому Но в то же самое время там очень много реально крутых продуктов Которые не имеют аналога даже среди другой азиатской косметики Типа там, корейской или японской Все, это мы сделали, а теперь берем ту же самую текстуру, зеркальную, в оттенке, знаете, черная, спелая, черешня, это очень хайповый сейчас оттенок, наносим ее ровно на центр губ и вот так вот растушевываем, ждем, когда он подсохнет, добавляем вот сюда внутренний уголок, не выходя за границу, просто капельку и капелька здесь. У вас может быть вопрос, а нафига использовать ту же самую зеркальную текстуру, если можно использовать какую-нибудь матовую помаду, которая будет стойкая, чтобы все это запечатлеть, а как раз таки в этом и кроется ошибка, когда мы возьмем с вами, например, матовую помаду, вот самую обычную и сделаем ровно такой же рисунок, потом, когда мы будем зеркальной текстурой это перекрывать, это будет выглядеть, как нарисованные губы, но не в том смысле, какой нам нужен был здесь, а буквально как то, что как будто внутри под губами что-то просвечивает. А для эффекта вот этих вот джели липс, зеркальный липс, нужно как раз таки, чтобы это все выглядело как одно сплошное полотно. И именно за счет того, что мы зеркальную текстуру на зеркальную текстуру на слайме, получается то самое золото. И просто смотрите, вот оно подсохло, возвращаюсь к первой помаде. И посмотрите даже на нижней губе, насколько красивый и мягкий и плавный переход получается. Границы я всегда растушевываю, в данном случае не исключение. И то же самое дело с верхней губой. Просто посмотрите, насколько это красиво выглядит. И теперь для завершения есть две детали. Первая деталь это румяна. Мы выкладываем их в горизонтальную линию под нижним веком. Вот так. Так, чтобы у нас была еще одна линия, которая еще визуально делает лицо еще короче. Бафаем румяна на подбородок. Обязательно на кончик носа. Даже кладем немного вот сюда, вот волосистую зону, чтобы цвета все сравнять между собой. Боже, волосистая зона. Иногда я какую-нибудь хреновню скажу, потом сижу и думаю, да, класс, волосистая зона. Мы используем в обиходе постоянно. И последняя фишка, чтобы завершить этот потрясающий макияж, это использование маркера для веснушек. И здесь, если вы обратите внимание во всех масках или, например, во всех бьюти-фильтрах, когда мы используем какие-нибудь китайские приложения, эти веснушки располагаются примерно одинаково. Сюда оттушевываем, сюда, куда-нибудь вот сюда. Вот они их бахают, потом обязательно сюда, но у меня есть своя родинка, я ее подчеркну. И вниз, потому что опять-таки горизонталь, горизонталь, горизонталь. Что ж, осталось только понять, в чем же заключается разница между корейским и китайским макияжем. Для этого смотрите это видео. Всем хай меня вновь бомбит от того, что люди путают корейский и китайский макияж. Поэтому сегодня я расскажу вам, чем различаются эти два азиатских макияжа и как делается каждый из них. Да-да-да, возможно, вы все миллион раз видели вот эти вот фотографии. Возможно, вы уже видели миллион туториалов от разных бьюти-блогеров на вот этот вот вариант корейского макияжа. Это не корейский макияж, это китайский. Называется доуин.